В эфире новости на Актисе в студии Данил Недзельский, ваш проводник в мире событий. Здравствуйте! А теперь коротко о главном. Быть или не быть трамвая в Ангарске. Представители Законодательного собрания Иркутской области посетили автотранспортные предприятия. Первая тренировка. Хоккейный клуб «Ермак» готовится к новому сезону. Старинные обряды. Ангарчане отметили праздник Ивана Купала. Генерал-майор полиции Геннадий Корниенко временно возглавил Главное управление МВД России по Иркутской области после отставки прежнего руководителя ведомства Андрея Калищука. Кто станет новым начальником Главка, будет известно после публикации соответствующего документа на сайте Кремля. В Иркутской области стартовала вторая волна записи детей в первый класс. Заявления могут подать те родители, чьи дети проживают на незакрепленной за школой территории. Сделать это можно до 5 сентября на портале Госуслуг. Ребенка зачислят в образовательное учреждение, если есть свободные места. После соглашения сторон оригиналы документов нужно будет предоставить очно. Отмечу, что в первую волну, которая началась 1 апреля, на региональном портале Госуслуг подано более 21 тысячи заявлений. Тема дорог стала одной из основных на заседании антикризисного штаба. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что больше всего жалоб от жителей Приангария поступает по качеству ремонта и содержания дорог. Не теряет актуальности и тема их состояния в муниципалитетах. До 1 сентября мы должны провести соответствующее слушание или общественное обсуждение те дороги в муниципалитетах, в агломерациях, которые мы планируем уже отремонтировать, реконструировать или строить в 2023-2024 годах. И сегодня от муниципалитета именно зависит. Если будет проектное решение, полученные экспертизы, то мы, конечно, будем предусматривать финансирование на ремонт, строительство, реконструкцию этих дорог. Отмечу, в начале июня Владимир Путин провел совещание по развитию дорожного строительства. Там были поставлены цели на ближайшие пять лет. Главная задача – привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети автомагистрали страны и как результат обеспечить качественными дорогами жителей всех субъектов России. Проблемы общественного транспорта обсуждали сегодня в ходе рабочей поездки представители Законодательного собрания Иркутской области. Парламентарии посетили четыре автотранспортных предприятия. Одно из них – ангарский трамвай. Напомним, предприятие сейчас переживает не лучшие времена. Есть ли возможность спасти отрасль, узнавали мои коллеги. Это вагонный парк ангарского трамвая. Сегодня транспортное предприятие посетили депутаты Законодательного собрания региона. Как известно, муниципальная организация уже не первый год находится в состоянии кризиса. Среди причин – кабальные договоры аренды опор, отсутствие контроля потребления электроэнергии, учета пассажиропотока, также существенный износ дорожных путей. Пути, по которым ходят трамваи, в неудовлетворительном состоянии. Это влияет и на качество самих вагонов, потому что большие ударные нагрузки приводят к поломкам трамваев. Это дискомфорт для местных жителей, когда вагоны, попадая колесами на стык, довольно серьезный звук вибрации издает. Сейчас где-то 30% путей требует капитального ремонта. Падение качества транспортного обслуживания приводит к снижению пассажиропотока, особенно с учетом того, что трамвайные маршруты частично дублируются автобусными, обратил внимание Александр Ведерников. Я не очень воспринимаю тезис «рынок берет свое», потому что все-таки организация перевозки на территории города – это политика. И тут нет такого, что рынок решил возить, теперь здесь будет остановка, а теперь тут будет маршрут. То есть здесь, конечно, дублирующие маршруты – это не знаю, как в теории игр. Самая выгодная стратегия – это стратегия, в которой все договорились. Поэтому здесь, наверное, регулирующая роль администрации ангарского городского образования, наверное, оно должно быть. Сразу после ангарского трамвая депутаты направились к парку автоколонны 19-48. Отсюда выходят на рейс практически все городские автобусы. Части комфорта как для работников, так и для пассажиров разница весьма ощутима. Однако, по словам Сергея Ширкова, несмотря на это, предприятие также испытывает недофинансированность. Она, по словам руководителя автоколонны, составляет 600 миллионов рублей. По сегодняшнему тарифу 35 рублей – это 400 миллионов выручки в целом по всем маршрутам. Транспортное здание на блядь, выручка на 400 миллионов. 600 приходят возмещением разницы в тарифах или нет? Нет. А сколько из этих 600 возмещаются транспорты по третьим? Вот в масштабах всего. На сегодняшний день, вот мы первый год вместе с депутатами приняли решение. 30 миллионов мы заложили в бюджете на поддержку населения. Речь идет об адресных субсидиях для жителей отдаленных районов Ангарского округа. Автобусные маршруты туда считаются наиболее убыточными. Напомним, весной предприятия подняли стоимость проезда на них почти в три раза. Но сами пассажиры этого практически не почувствовали. Разницу компенсировали из городской казны. Однако этого недостаточно, считают в автоколонии. Среди предложений, озвученных на встрече, создание за счет областного бюджета амортизационного фонда, а также изменение процедуры возмещения стоимости льготных поездок. Сегодня парламентарии обсудят возможные пути решения проблемы регулярных перевозок. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. Семь городов при Ангаре станут участниками программы «Чистый воздух». Это города с высоким или очень высоким уровнями загрязнения воздуха. Об этом 6 июля сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. В список на включение проект попали Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолисибирская, Черемхова и Шелихов. В этих городах предстоит экологическая модернизация коммунальной инфраструктуры и заводов. Кроме того, в рамках нацпроекта будут закуплены экологичные виды транспорта. Ранее проект «Чистый воздух» включили Братск. В течение трех лет в этом городе удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 12 тысяч тонн. Детская преступность, работа городских библиотек и реализация народных программ. Эти и другие вопросы были подняты сегодня на заседание общественной палаты Ангарска. Как отметила в своем докладе руководитель Центра поддержки общественных инициатив Надежда Черепанова, сегодня жители округа активно подключились к работе по созданию комфортных условий. Они пишут и выигрывают гранты, дружат с соседями, благоустраивают свою территорию. Дружные соседи, дружный город. Этот проект включает в себя ряд конкурсов, акций, мероприятий. Дом, в котором я живу, новогодний переполох, цветной дворик, чистый дворик. Это одни из таких топовых уже наших акций, наших конкурсов, в которых участвуют жители. Дом, в котором я живу, для примера, первая подача заявок была 13 лет назад, это 42 заявки. В прошлом году было более 450 участников, 360 заявок. Коснулись члены общественной палаты и вопроса привлечения читателей в библиотеку. Сегодня работает мощная программа централизованной системы. Много вопросов вызвал доклад о национальной стратегии развития в интересах женщин. Ирина Муравьева подчеркнула, что семейные конфликты часто приводят к насилию. Искоренить жестокое отношение к женщине – вот главная задача проекта. Далее о происшествиях. Октябрьский районный суд вынес приговор иркутянину, который пытался убить двух дорожных рабочих. Инцидент произошел в декабре 2020 года. 30-летний водитель Toyota Land Cruiser, разъезжая по областному центру в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с работниками Автодора. Не найдя понимания, злоумышленник решил использовать дорогой внедорожник в качестве орудия убийства. В итоге один из мужчин успел отскочить, второй получил тяжелые травмы. Решением суда водитель отправился в колонию строгого режима на 8,5 лет. Третий день продолжаются поиски жительницы Усольского района Нины Семыниной. 52-летняя женщина 4 июля отправилась за ягодой в 30 километрах от поселка Тальяны и до настоящего времени не вернулась. Для розыска задействованы полицейские, спасатели, волонтеры и другие неравнодушные граждане. Прочесывается лесной массив и прилегающая местность. По имеющимся сведениям, пропавшая женщина была одета в черную куртку, черные болотные сапоги и белую бандану. Полицейские призывают граждан, имеющих информацию о разыскиваемой, обращаться по телефонам, указанным на экране. Продукты, алкоголь, средства личной гигиены и даже одежда. С начала года в магазинах произошло больше ста мелких краж. Такая статистика сохраняется уже многие годы. Достаточно серьезная проблема. Сейчас, в настоящее время, мы активно начали применять практику привлечения к уголовной ответственности лиц, которые ранее привлекались к административной ответственности за хищение, мелкие хищения. То есть судом назначена мера наказания в виде штрафа, либо каких-либо работ, либо отбытия наказания в условиях специального приемника. Впоследствии уже повторное хищение предусматривает уголовную ответственность. Сотрудники полиции отмечают, что благодаря записям с камер видеонаблюдения, размещаемых в СМИ и социальных сетях, активные граждане все чаще сообщают о местенахождении разыскиваемых, что, несомненно, помогает следствию. К другим темам. Ангарчане отметили народный праздник Ивана Купала. Гуляни развернулась на живописном берегу реки Ада в селе Саватеевка. Организаторы учли все традиции загадочного дня купальницы. Окунулась в атмосферу самой волшебной летней ночи и моя коллега Мария Константинова. Здравствуйте, гости! Сегодня мы вас встречаем на этой красивой поляне, но перед этим небольшая полоса препятствий. Не так все просто. Попасть на праздник можно, собрав дикоросы. Лучше всего 12 травинок. Число символизирует месяцы, чтобы весь предстоящий год не хворать. Эти же растения многие участники тут же, как говорится, пускали в дело. Готовили главный атрибут праздника – венок. Венки плетут именно из березы, потому что в это время она очень мягкая. И веночки получаются очень красивые, прекрасные. А почему мягкая? А потому что до Петрова дня всегда рвут веники. И береза еще молодая, у нее пахнут очень вкусно листочки. Она гнется, мнется вся, и поэтому очень удобно и здорово. На Иванов день загадывали судьбу, поэтому девушки надевали самые красивые наряды, а парни обходительно гуляли и приглядывали себе невесту. Восстановить все традиции народного праздника постарались организаторы торжества. Среди них Людмила Пирогова. Как раз сегодня она отмечает 50-летний юбилей трудовой деятельности в культуре. 35 из них руководит фольклорным ансамблем «Нивушка». Коллектив создал ее супруг. Его детище она бережно хранит и развивает. Энергия у меня именно от работы, от любви к работе. Я, по всей видимости, родилась такой. Я очень люблю народные праздники, очень. И, конечно, всячески поддержала. И вот это мои девочки, это у меня малыший коллектив, топотушки, которых вы видели. Вот они, наконец-то, у меня вышли в люди. Все мы только в Доме культуры. На живописном берегу Ады развлечения нашли все. Парни могли пострелять из лука или помериться силой клуб. Исторической реконструкцией устроил боевые потешки и для мальчишек. Девушки пробовали себя в искусстве плетения красивых венков. Дети участвовали в конкурсах. Кульминацией праздника стало испытание «Прыжки через костер» по поверьям. Если пара решалась на этот шаг, их союз будет самым крепким. С прекрасным праздником, друзья! Сегодня нам грустить нельзя. А лучше уж венок сплести и с ним любовь свою найти. В ночь на Ивана Купала молодые незамужние девушки плели вот такие венки, а потом пускали их по воде. Если он сразу же начинал плыть, это предвещало скорую свадьбу и долгую счастливую супружескую жизнь. Волшебную атмосферу праздника дополнили зажженные свечи. Но никто из потенциальных суженых не решился прыгнуть в воду и поймать венок. А до река горная, холодная. А вот сами девушки не из робкого десятка. Ведь купание в эту таинственную ночь носит особый смысл. По народным поверьям, вода в реках на Ивана Купала становится теплее и безопаснее. Это веселье, радость, развлечения. Как Иван да Марья на горе гуляньи, на бережочке с Амилом дружочком. Венок, который на вас вы сами сплели? Да, сама. Ну сильно не умею блестеть, а тут вот это ведро стоит с ромашкой, но я взяла и попыталась хотя бы. Мой белый наряд означает чистоту, невинность, чисто духовную энергию. А венок мой означает, что это моя вся жизнь, которую я отпускаю в конце по реке. Мы здесь получили искреннее такое наслаждение, восторг, восхищение. Дети участвуют, взрослые участвуют. То есть, ну, для меня это просто вот открытие, что есть такой праздник, и так его можно провести. Спасибо всем огромное. В сказку попали, как будто в сказку. В средневековье и рыцари, и девушки русском народном. Да, и стреляли. А завершил праздник большой хоровод возле костра. На Ивана Купала огонь и вода словно дружат, имеют волшебную силу. В воде человек не утонет, а от огня не поранится. В любом случае, этот танец объединил всех участников праздника, придал силы и вдохновение, а главное – вернул к истокам народных славянских традиций. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время. В окружной администрации сегодня чествовали руководители образцовой вокальной студии «Мелодия». Нелли Агафонова в июне этого года приняла участие в программе «Ты супер? 60 плюс» на телеканале НТВ. Вышла в финал, покорив жюри исполнением русских романцев. Мне удалось на финале своего творчества, так сказать, оказаться в таком подберем деревом царстве. Спасибо вам за внимание. Я всю жизнь служила и буду служить. Нелли Васильевна поет с трех лет. Всю свою жизнь она посвятила музыке и творчеству. Ее ученики получают дипломы и грамоты, выигрывают конкурсы, участвуют в музыкальных проектах и фестивалях. Благодаря Нелли Васильевне более 200 мальчишек и девчонок приобщились к музыке, а многие из них стали профессиональными исполнителями. Тем временем хоккейный клуб «Ермак» приступил к регулярным тренировкам. На днях игроки прошли медицинскую комиссию. По словам главного тренера клуба, состав прошлого сезона в высшей хоккейной лиге сохранили более чем наполовину. Сейчас в команде 29 человек. Когда пройдут ближайшие игры с участием «Ермака», расскажут мои коллеги. Это первая тренировка хоккейного клуба «Ермак» с начала межсезонья. После углубленного медицинского осмотра спортсмены начинают входить в рабочий ритм силовых упражнений. Впереди большие планы, рассказывает главный тренер Сергей Чубыкин. С сегодняшнего дня начинаются двухразовые тренировки, такие втягивающие, да? То есть это неделя, в принципе, втягивающая. Со следующей недели приступаем к работе, к основательной подготовке сезона. Что касается состава, то он изменился примерно наполовину. Наиболее сыгранные звенья, а также вратарская линия остались с прошлого сезона. Всего в составе 29 игроков. Как минимум трое из них откомандированы из клуба «Адмирал» в рамках договора о сотрудничестве. Примечательно, что ни один из спортсменов не находится на просмотре. Контракты подписаны со всеми. С Ермаком, да, мы тут каждый август плей-офф у нас свой был такой, ну, когда я всегда Красноярск играл. Ну, что касается города, ну да, небольшой город. Вот сейчас ходим, ищем квартиры, как бы, с ребятами, чтобы семью перевезти. Так потихонечку знакомимся, все, адаптация проходит. Прошлый сезон команда Ермака завершила на 25-м месте турнирной таблицы. Однако желание вернуться на лучшие позиции у игроков есть. Настрой команды – боевой. Я думаю, плей-офф – это первая ступень, кубок – вторая. У нас собралась хорошая команда в этом году. Взрослые ребята приехали, я думаю, нам все по силам. По традиции, до начала очередного сезона высшей хоккейной лиги Ермак сыграет несколько товарищеских матчей. Ближайший с красноярским «Соколом» запланирован на 2-е и 3-е августа. Ту же неделю «Оранжевые» сразятся с «Ишсталью» в республике Удмуртия. Далее Ермак вновь встретится с командой из Красноярска, но уже на домашнем льду. Андрей Иванов, Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. 8 июля на телеканале «Актиз» смотрите телевизионную версию оперы Руслана Людмила. Это одна из постановок репертуара Бурятского академического театра оперы и балета, с которой он побывал на гастролях в Иркутске. Начало трансляции в 17.55. Не пропустите. Только три дня в Ангарске действует распродажа шуб, дубленок и пуховиков от Пятигорской фабрики. На все товары производитель делает скидку 50%. Богатый ассортимент и широкий размерный ряд. Торопитесь, шуба-мутон от 25 тысяч рублей, меховые шапки и пуховики от 8 тысяч, пунты от 10 тысяч, дубленки от 10 тысяч рублей. Каждому покупателю индивидуальный подход. Примерила и шубу, примерила пуховичок. Из-за всего, что мне здесь понравилось, мне понравилась вот эта дубленка, которую я буду носить с удовольствием. Ярмарка работает в Ангарске только три дня. 7, 8 и 9 июля в Кинотеатре Родина. Сделайте подарок себе и своим близким. И это все новости на сегодня. Еще больше интересных сюжетов смотрите у нас на сайте actistv.ru. С вами был Данил Недзельский. Оставайтесь с нами на Актисе. Не переключайтесь.